Девушки отдыхают Девушки отдыхают Иисус, Иисус, Ты со мной всегда и везде Церковь поднимает мне все руки Скажи, Господь, Ты все для меня Ты моя жизнь Ты мое дыхание Господи, Ты всегда рядом Господь, Ты держишь за правую руку Ты добрый пастыр Который водит нас к тихим водам Назначный пажет Ты рядом Всегда-всегда Иисус, Иисус, Иисус Скажи еще Утешите мой Мой отец Рядом Ты Тихо нежный я И дыхание мое Согревает меня Лишь об одном Лишь об одном Боже, прошу Я в Тебя Я в Тебя Чтоб пребывать В доме Твоем Не всегда Не всегда Аллилуйя Аллилуйя Тебе вся честь и слава Тебе вся честь и хвала Аллилуйя Аллилуйя Тебе хвала Великий Бог Будь защита моя Иисус Иисус Рядом Ты Ты хранишь меня Свет во тьме Голос в пустоте Не могу без Тебя Ой, Иисус мой Иисус Иисус Рядом Ты Иисус Иисус Ты хранишь меня Мой Бог Свет во тьме Голос в пустоте Голос в пустоте Иисус 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 Голос в пустоте Голос в пустоте Аллилуйя, Аллилуйя, к Тебе вся честь и слава, Тебе вся честь и пола, мой слух. Аллилуйя, Аллилуйя, к Тебе пола, великий Бог, мой защита моя, мой слух. Аллилуйя, Аллилуйя, воздавай ему всю славу, поклонись ему, скажи, Господь, я поклоняюсь лишь Тебе, Тебе, Тому, младыке, земле и неба. Аллилуйя, моему Создателю, моему Творцу, небесному Отцу, Тебе, одному, младыке, всю славу. И ты, обидно, великий, вся слава, вся честь, вся мощь, вся сила, только в Тебе, Иисус. Аллилуйя, 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 Тебе вся честь и слава, тебе вся честь и пола, мой слух. Аллилуйя, 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 Тебе вся честь и пола, мой защита моя, Аллилуйя, 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 Тебе вся честь и пола, мой слух. Иисус. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя,テод alta, п idolatina, дола, господинский этот Hochul Matin', Аллилуйя, 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 Тебе вся честь и пола, atte 99 берутся сила, Николай, Аллилуйя, 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 Тебе вся честь и пола, господь и злил духа твое на всякую плоть о боже почти нас ничего не хотим боже помоги нам перешить встречу с тобой иисус мы так жаждем тебя только тебе хвала великий волк мальчишка аллилуйя 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 тебе вся честь и слава тебе вся честь и слава точно тебе аллилуйя аллилуйя тебе голубенький волк мой защита моя аллилуйя 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 тебе вся честь и слава тебе вся честь и слава точно аллилуйя аллилуйя тебе слава великий волк мой защита моя аллилуйя Аллилуйя, Аллилуйя, Тебе вся честь и слава, Тебе вся честь и хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Тебе хвала великий Бог, твой защита моя. Дух Святой, мы приветствуем Тебя сегодня на этом чудесном месте, где собран Твой святой народ. И мы ожидаем сегодня Твоего присутствия, Твоего мощного прикосновения, когда твердыни зла рушатся, когда к чему уходу приходит Твой свет, приходит жизнь, приходит свобода истина. Я молю Тебя, Боже, благослови сегодня каждого человека на этом месте. Ты привел нас сегодня сюда, чтобы явить свою славу в нашей жизни. Дух Святой, коснись каждого из нас. Дыхание Твоего внутри нас. Аллилуйя. Я молю Тебя, чтобы Ты сегодня, Боже, изменил всю нашу жизнь. Чтобы Ты сегодня, Господь, исцелил каждого, кто болен. Чтобы Ты освободил сегодня каждого, кто с зависимостью, кто одержим нечистыми духами. Боже, яви свою славу. Аллилуйя. Я прошу Тебя, коснись каждого, 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 каждого человека. На этом месте Ты Царь, Ты Господь. Аллилуйя. И пред Тобой преклонится всякое колено, небесных, земных и преисподних. Аллилуйя. И всякий язык будет исповедовать, что Иисус Господь. Слава Бога Отца. Аллилуйя. Мы поем Аллилуйя. Тебе вся честь и слава. Тебе вся честь и хвала. Аллилуйя. Аллилуйя. Тебе хвала. Великий Бог. Будь защита моя. Аллилуйя. Иисус Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Тебе вся честь и слава. Тебе вся честь и хвала. Аллилуйя. Аллилуйя. Тебе хвала. Я великий Бог. Будь защита моя. Иисус Господь. Аллилуйя. Показываюся Тебе я звук. Тебе возгласны и дать твое. Ты достоин приять славу. Ты достоин приять честь. Аллилуйя. Наши сердца открыты. Наши уста полны хвалы. Полны славы. Аллилуйя. Показываюся Дух Святой. Аллилуйя. Тебе вся честь и слава. Тебе вся честь и хвала. Аллилуйя. Аллилуйя. Тебе хвала. Великий Бог. Будь защита моя. Еще скажи Аллилуйя. От всего сердца. Аллилуйя. Аллилуйя. Тебе вся честь и слава. Тебе вся честь и хвала. Аллилуйя. Аллилуйя. Тебе хвала. Великий Бог. Мой защита моя. Аллилуйя. Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok Когда Иисус вошел в Дефесту до милосердия, там было пять крытых ходов, и тысячи людей находились в этом месте, ожидая движения воды. Потому что по временам приходил ангел и возмущал воду в купальне. По временам. И кто первый опускался в эту воду по возмущению воды, тот получал исцеление от любой болезни. От любой болезни. Псориаз, шизофрения, туберкулез, артрит, кровяные проблемы, проблемы в крови. От любых болезней. То, в чем нуждался человек, то, в чем он искал, то, в чем он мечтал, от чего страдал, он мог получить исцеление. В определенный день, который не люди определяют, который невозможно контролировать. Нельзя знать, какой день придет это возмущение воды. Нельзя знать, никто не предсказывает, никто не говорит. Они должны быть готовы, готовы, готовы. Вот сейчас. Это может повторяться, прийти через неделю, а может через год. Никто не знает. Чуть тише, чуть тише. Никто не знает, когда придет это возмущение воды, но все ждут. И кто-то думает, не скоро это придет. Не скоро это будет. Буду заниматься своими делами. Буду кушать, буду развлекаться. Буду жить своей жизнью. Буду делать то, что мне кажется нормальным. И когда-нибудь, может быть, я успею. Может быть, я успею войти в эту воду. И приходил момент, когда вдруг вода забурлила. И тот, кто ожидал, тот, кто не отвлекался, тот, кто не ходил в это время в магазин, тот, кто не ходил в туалет, тот, кто не ходил никуда, ни с кем не общался, он ждал. Можете себе представить, друзья, как толпа подрывалась со своих мест и бежала в эту воду к этому источнику. Просто бежали на перегонки кто как мог. И написано, кто первый опускался в эту воду. Оттуда попадало сотня людей. Потому что, кто знает, может быть, я первый. Но только первому доставалось чудо исцеления. Одному первому. Там никто не мог контролировать. А кто первый? Чудо происходило с тем, кто именно первый опускался в воду. Никто не мог потом спорить. Я первый или я первый? Кто-то получал чудо, тот и был первым. Алла-лю-я. Есть что-то сильно в этом. Есть что-то сильно в этом послании. Есть что-то сильно в этом слове. Алла-лю-я. И вот Иисус зашел в эту купальню, в эту Ефезду и увидел эти тысячи людей страждающих. Там был запах невыносимый. Люди гнили от проказа. У них кровотечения были. Язвы всевозможные. И все жили в этом. Это был целый город. Ели ждали движение воды. Были такие же толпы людей больных за пределами Ефезды. Они даже не надеялись туда попасть. Они просто выделили на себя это бремя нести всю жизнь эту болезнь. Они просто махнули рукой на эти возможности и сказали, мне не повезет. Там без меня хватает людей. Там так много больных. Еще я туда приду. Буду жить с этой болезнью. И они даже не опускались к этим купальням. Но те, кто действительно хотел и жаждал, и ревновал, верил, он жил так близко к воде. Так близко к этой купальне, что он надеялся, что я успею. Я успею. Он мечтал об этом днем и ночью. Я успею. Он думал об этом. Значит, человек, который планирует свою жизнь в будущем без болезней, планирует завести семью, работать, строить жизнь, он думает максимально быстро избавиться от своей проблемы. Максимально быстро. Максимально быстро, как это возможно. Но он не знает, когда придет чудо. Он не знает, когда вода забурлит. Он не знает этого. Он может только одно. Быть настроенным на ожидание. и когда придет я не пропущу я не пропущу свой момент я не пропущу я не пропущу во имя иисуса я не упущу свой момент аллелуйя я не упущу этот момент иисус увидел картину которая потрясла его и знаете среди этой тысячи этих тысяч людей нашелся один как потом выяснилось который говорит сколько лет я пробую успеть кто-то приходит прежде меня в эту купальню окунается он 38 лет был парализован 38 лет частично ли полностью неизвестно он лежал он не мог вставать иисус подошел к нему и говорит хочешь ли быть здоров ухита господи но некому меня опустить в купальню когда вода возмущается когда ангел приходит никому и когда мне уже до приносит он не будет уже туда обязательно окунулся там все быстро происходит а а когда человек парализован тут даже собраться с мыслями очень сложно как это мне там оказаться иисус пришел беспомощным безнадежным у которого не было надежды человек который никогда не мог даже ну представить картину как он опускается хотя он там находился вот она вера человек который знает что уже 308 лет он пытается но ни разу он не успевал но он остается там он не сказал вынести меня на свежий воздух к родным я лучше умру там своем доме вынести мне он остается там в этой на этой территории где болезнь где стоны где безнадежность где вся эта картина просто дьявольской работы это значит это было реально искусство сатаны как из разрушать жизнь людей иисус зашел эту самую тьму и он нашел этого одного которому так нужна была помощь но никто не мог его окунуть купальня иисус жалился над ним и сказал ему простые слова встань возьми твою постель и иди домой господи не понимаешь я не могу встать у меня парализованное тело я 38 лет страдаю меня был инсульт и он разбил мое тело и 38 лет нахожусь этой болезни и никто ни один врач не сказал что я могу стать никто и никогда а иисус ему говорит я тебе говорю сердце христа наполнил состраданием и любовью у него есть вера на исцеление мало того у него есть власть и снять у него есть сила исцелять у него в устах есть жизнь и когда он сказал этому парализованному человеку встань возьми постель два очень важных момента которые для него было невозможным стать это первое препятствие а второе взять еще и постель просто ты не понимаешь он ведь я все понимаю тебе не нужны насильщики чтобы пускать тебе воду тебе не нужны ашеры тебе не нужны люди которые молитве помощь и нужно иисус тебе нужен иисус савалу я который увидит твою твою жажду по чуду который увидит твое сердце надежду веру аллолеу я ты не оставляешь ее потому что ты уже пробовал я уже пробовал не получилось не оставляя свою веру твой день приходит аллолеу я почему ему повезло почему этот один исцелился из тысячи я не знаю иисус никогда не объяснял почему он одного исцелял в этом месте другого нет но я читаю в библии что иисус дело только то что видел у отца творящих отец нашел что-то в этом сердце сердце этого парализованного что-то что позволило ему исцелить его затем нужно понимать что взаимоотношение с богом это не формальность это не религия это не посещение церкви это когда бог смотрит твой сердце и видит в нем веру видит надежду и он желает и может изменить всю твою жизнь но хочешь ли ты он сказал хочешь ты бы здоров не спросил хочет ли чтоб я вкинул в воду хочет ли бы здорово вот она суть хочешь ли бы здорово да господи вот сейчас скажи своему сердцу свои скольцовый сердце своими устами богу я хочу быть здоров я хочу быть здоров я хочу быть исцелен физически душевно ситуация божьей сели мою жизнь я нуждаюсь в этом люди не могут мне помочь я не буду гоняться за какими-то чудесами ты мне нужен иисус иисус сказал слово он даже не прикасался к этому парализованным он сказал слово и в тот миг этот человек почувствовал внутри себя движение жизни он начал чувствовать те органы которые раньше не чувствовал молки руки начал поворачивать головой чувствую что я могу встать признаки какие-то первые признаки повелись он уже понял что процесс пошел алалюя иногда нужно делать первый шаг чтобы потом мы смогли сделать второй шаг а вере так и бывает чаще всего сначала уже за первый шаг что потом ты понял как взял второй шаг и он начал шевелиться и поднимаясь он почувствовал как жизнь возвращалась в его безжизненное тело он тотчас стал взял постель ему там больше нечего было делать среди этих больных прокаженной парализованной слепые хромы изъязвленных не было нужды ему оставаться в этом потому что в тот миг получил то о чем надеялся мечтал всю свою долгую жизнь и тогда люди религиозного направления спросили кто тебя исцелил субботу иисус фактически просто сказал слово но исцеление пришло по его слову слово иисуса имеет огромную силу сегодня исцелить твое тело он тот же как и те далекие времена прошло воскресенье мы с вами услышали что мы не больные по одной причине что мы не заказывали болезнь мы не просили чтобы она к нам пришла это болезнь мы не платили деньги за свои болезни дьявол пришел украл у вас здоровье он исказил наши органы он привез болезнь наше тело через греховную природу нам нужно открыть от болезни отказаться скотел ты забирай свой болезнь называю ее по имени за период назад она мне не нужна я исцелён я создал по образу и подобию божьим который не болеет который абсолютно здоров и я его дича я верю что сейчас помазание освобождается для исцеления слова иисуса имеет такую же силу алла лео я исцелить тебя от болезни твоей исцелить тебя от болезни твоей наполнить твое тело жизнью наполнить твое тело жизнью разрушить дела дьявола в твоей жизни разрушить дела сатаны твоей жизни его дела известны говорит апостол павел его тела известны это украсть убить погубить лишить радости лишить надежды лишить веры вот что чем заботится сатана посеять сомнение и сказать бог не такой великий он великий настолько что создал вселенную который до сих пор ученые не могут разобрать он великий настолько что он будет просто вмешательство всех искателей тайн чем больше узнают бога тем больше понимаю что они его не знают тем больше больше разбирается в науке ты больше понимаю что они еще ничего не знают ух так велик и он взял своего сына мертвое тело сына своего находящегося в могиле в пещере наполнил дыханием жизни дух святой сошел в это безжизненное тело тело сына божьего иисуса христа и воскресил его воскресил и просто поправил здоровье воскресил он был мертв он был мертв завернутый в плащаницу он был мертв из его ребер вытекала кровь и вода аркила сердце было разорвано его сняли абсолютно мертвым он не спал как некоторые думают он был мертв и чувствую сильное помазание чтобы тот же святой дух который вошел в тело иисуса и воскресил его из мед сейчас воскресил твое тело воскресил твои органы воскресил твою жизнь дух святой сейчас здесь чтобы поднять тебя вывести тебя из пещеры в которую дьявол тебя заковал но бог сказал что помазание разбивать всякое дьявольская ермо и первое ермо которую хочет разбить это ирмо в нашем разуме а возможно ли это что бог исцелил меня от этой болезни лекарства не могут врачи не могут тренировки исполнить не могут ничего не помогает господи исцели мое тело исцели мои больные органы потому что ты мой целитель который сказал я господь целитель твой исцеляю все твои недуги и прощаю все твои беззакония может быть нужно попросить прощения перед бога за беззакония за неверие за сомнение за заблуждение боже прости меня но исцели меня исцели мое тело я нуждаюсь тебе я хочу быть здоров опять звучит вопрос хочешь ли быть здоров хочешь ли быть здоров когда отрекись от болезни откажись от мысли что ты будешь с ней жить всю свою жизнь отрекись и прими решение дождаться я дождусь мой господь близко он прикоснется ко мне он скажет мне слово и моя болезнь уйдет во имя иисуса тьма отступит от моей жизни навсегда во имя иисуса листа я дитя божье я создан по образу и подобию моего небесного отца и его дыхание во мне во имя иисуса христа прими сейчас прикосновения божье к своей жизни прими сейчас помазание для исцеления я разрушаю дела дьявола в тела этих людей телах этих людей божьих во имя иисуса христа я разрушаю тьмы во имя иисуса христа на этом месте господь ты царь ты целитель ты бог на которого мы уповаем просто прими сейчас с верой то что говорит иисус твоему сердцу он говорит встань возьми постель твою и иди в дом твой он горит начни делать то что ты раньше не мог делать начни делать поверить те движения или те функции своего тела которые были проблемами встань возьми постель твою и иди в дом твой то что кажется нереальным стало реальностью этот человек услышал он ничего не видел он услышал и принял верой верой что он может это сделать я говорю ты можешь это делать во имя иисуса христа ты можешь это делать во имя иисуса христа будь исцелен и восстановлен аллилуйя боже молю тебя чтобы эти люди которые сегодня слышат имеющие уши до слышать имеющие уши до слышать что дух говорит церкви божь ранами иисуса мы исцелились его жертвы достаточно его крови достаточно его силы достаточно чтобы освободить тебя от любой болезни и немощи от любой болезни и немощи не бойся только веру и и как ты веровал да будет тебе по вере твоей аллилуйя дай богу славу аллилуйя аллилуйя и кто-то думает возможно ну и где твои чудеса а я скажу вера приходит от слышание ослышание от слова божьего то что звучит моем сердце это послание жизни знаете если вы однажды перестанете слышать нужно слово божье всегда керат хейген будучи парализованы молодым человеком которым было 17 лет и он умирал у него был порог сердце который был неизлечим он уже был парализован по причине порога сердца его слух и зрение практически стали пришли к нулю но он успел пока был зрячем прочитать в евангелии от марка в 11 главе 20 стихе если будешь веровать и не усомнись о своем сердце будет тебе что не скажешь течение двух лет он исповедовал каждый день на память эти стихи каждый день каждый день говорил слова из библии до тех пор пока они не ожили в его сердце настолько что он сказал вот сегодня день моего исцеления и он снова сказал очередной день что будет мне чего не скажу и он говорит своим ногам своему телу будь исцелён встань и ходи он опустил свои без жизни ноги как-то способ стянул из кровати и когда они опустились на пол прикоснулись к полу написано он сказал написал свои книги как миллион иголок вонзились в мое тело и начал чувствовать эту боль начать чувствовать как мурашки эти уголки кололи его мышцы его кости он был очень худым он был дистрофирован потому что он почти ничего не ел он умирал родители готовились похоронам они шепотом разговаривали дом потому что он уже был близок смерти но он решил что он будет жить и в тот день получил полное исцеление он вышел к своим братным за стол на завтрак они упали в обморок некоторые члены семьи потому что это было нереально он прошел до 80 с лишним лет 84-85 лет служил богу он реально стал человеком который принес в нашу жизнь в мир принес откровение о вере это до сих пор имеет силу знаете если вы скажете я уже сочетал ту историю многократно библии этот человек и его сын сейчас его внук они на каждом собрании начинают собрание с ивангет марка 11 главы 23 24 стихи все говорят там уже слышали слушай еще до тех пор пока ты не увидишь действия больше через это слово слушай еще до тех пор пока ты не увидишь то слово больше реальность твоей жизни слушай еще никогда не поставь и градусов разуме я слышу мой где твои чудеса слушай еще и придет день когда я увижу как хромые скачут слепые прозревают я увижу это я буду проповедовать евангелий это не моё послание это не моя вера который был послал мир это его вера что люди будут как от колени и это его вера что с слепых глаза будут видеть это его перва что ли пеус нажал один вечер эта его мать я вот поменял яämän с попал останусь не выявляйте что можно господин Каждое слово, которое человек говорил, оно я пропускал через свое сердце. Бог свидетель, что я говорю от веры, а не от вымысла своего. Бог свидетель, что я стою на этом слове и ожидаю чуда. И мои глаза увидят чудо. Ваша жизнь изменится. Не бойся только верой, говорит Писание. Будешь веровать, увидишь славу Божью. Будешь веровать, увидишь славу Божью. Все изменится. Слово Божье не меняется. Все остальное меняется, потому что видимое временно, а невидимое вечно. И пусть твое сердце сегодня не усомнится. Не перестань хвататься за Слово Божье. И говори, Боже, это то, в чем я нуждаюсь. Боже, дай мне услышать, чтобы поверить. Дай мне услышать, чтобы поверить. Не просто слышать очередные слова из Библии, но услышать, чтобы поверить. И придет день, когда твои без жизни ноги начнут шевелиться. Когда твое сердце начнет биться, как Бог установил, а не как дьявол сделал в твоей жизни. Придет день, когда твое зрение поправится. Фокус наведется в какой-то миг, в какой-то момент. Придет день, когда твое давление перестанет скакать. Придет день, когда камни в почках растворятся и исчезнут. Придет день, когда артрит перестанет искривлять твои сосуставы. Бог хочет сегодня явить свою славу в твоей жизни. Придет день, придет миг, когда твоя печень будет полностью исцелена и восстановлена. Придет день, когда все твои железы внутри секреции начнут работать, как часы, как Бог установил. Придет день, когда твои симптомы судорах уйдут навсегда во имя Иисуса Христа. Придет день, когда ты будешь спать и не бояться, что на утро ты не можешь не проснуться. Придет день, и он наступает уже, потому что Иисус пришел в какой-то день, в какую-то субботу, на какой-то день поклонения Богу пришел в это место, чтобы сказать этому человеку, «Стань и иди домой в будущее здоровым». Сегодня день, когда твоя вера поднимается, и ты знаешь, что ты не останешься прежним. И ты говоришь сам себе, я буду жить и восвещать дела Господни. Аллалюя! Где эти дела Господни? И ты скажешь, посмотри на меня, вот дела Господни. Я был мертв, я жил, пропадал, нашелся. Я был болен, теперь здоров. У меня все в жизни рушилось, теперь я пропцветаю. О, дело Божье, моя жизнь, дело Божье. Дай Богу славу! Аллалюя! 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 Я буду жить и восвещать дела твои. Я буду жить и восвещать дела твои. Я буду жить и возвещать дела Твои, Господи! 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 Смерть невластна надо мной! Я буду жить и возвещать дела Твои, Господи! Болезть невластна надо мной! Я буду жить, я буду жить! Я буду жить и возвещать дела Твои, Господи! Болезть невластна надо мной! Болезть невластна надо мной! Болезть невластна надо мной! Болезть невластна надо мной! Я буду жить и возвещать дела Твои, Господи! Я буду жить и возвещать дела Твои, Господи! Я буду жить и возвещать дела Твои, Господи! Он хочет изменить твою жизнь, потому что Его слава в чуде исцеления, Его слава, когда разрушено тело дьявола, Его слава, когда ты счастлив, Его слава, когда ты в радости, Аллилуйя, Его слава, когда то, что дьявол разрушил, восстановленное. Его слава в этом, нет Божьей славы в разрушении, нет Божьей славы в болезни, нет Божьей славы в унынии, нет Божьей славы в поражении, Божья слава в чуде исцеления. Я хочу вас вдохновить в этом. Я хочу вдохновить вас сегодня, друзья. И верю, что сегодняшнее служение, это день победы в вашем разуме над делами дьявола. Я знаю, что кто-то уже разочаровался по причине нескольких лет ожидания. Кто-то разочаровался, потому что кто-то исцеляется, а я нет. И думают, может быть, мне не принадлежат эти обетования. Кто-то думает, что кто-то лучше, чем я, поэтому Бог его больше или быстрее любит и исцеляет. Я скажу, это дьявольская ложь. Для Бога важен каждый человек. И очи Господни, они обозревают всю землю, чтобы видеть, чьи сердца вполне преданы Ему, чтобы поддержать этого человека. Бог поддерживает тех, чьи сердца вполне преданы Ему, говорит Писание. Поэтому сегодня могу сказать, что ты не исключение. Ему нужно видеть в тебе веру. Ибо сам Господь Иисус говорил, что Бог не медлит в исполнении своих обетований, но долго терпит нас. Он говорит своим словом, что Бог, Он слышит молитвы детей своих, попивших к Нему день и ночь, и подаст защиту вскоре. Я говорю, подаст защиту вскоре. Аллалюбин. Но там есть такая интересная мысль, Иисус говорит. Но, вот как-то странно звучит в устах Божьих. Но, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот, что Богу важно. Чтобы после исцеления ты не ушел обратно жить своей мирской, земной жизнью, а чтобы сказал, вот теперь я еще больше буду служить Господу. Потому что за Иисусом ходили те люди, которых Он исцелил от демонов и бесов, которых жизнь изменилась по Его присутствию, по причине Его присутствия в их жизни. Они поняли, что жить в дальнейшем жизни на земле нужно только с Иисусом и Ему служить. Потому что от того, что ты будешь сегодня здоров, исцеление получит твое тело или душа, и ты уйдешь обратно в мир, пользы никакой не будет. Потому что тьма снова поглотит тебя. Дьявол снова тебя притянет к себе через грехи, через всему же ложь дьявольскую. Но когда ты с Богом, ты будешь в армии Христа, разрушающим дела дьявола. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok